Ты, наверное, не успел осознать, насколько важна эта информация, ведь если OpenSea когда-либо умрет, все эти NFT исчезнут навсегда. Люди не смогут получить к ним доступ, люди потеряют огромные деньги. Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Судя по количеству вкладок, нас сегодня ожидает что-то интересное, не так ли? И да, сегодня я хочу раскрыть тебе всю правду про NFT, ту правду, о которой вообще никто не говорит и которую я накопал сегодня. Я думаю, это шокирует весь мир, который не знает, что такое NFT на самом деле. Прямо сейчас я покажу тебе большое расследование, результаты которого тебя, скорее всего, потрясут. И если это будет так, то я буду рад, если после просмотра видео ты поставишь лайк или сделаешь это авансом. Это поможет видеоролику в продвижении. Последние видео набирают 10-11 тысяч лайков, и это очень-очень мотивирует меня на создание новых видео. Как ты видишь, они выходят практически каждый день. Ни одного дня в новом году я не пропустил и планирую не пропустить ни одного дня вообще за весь год. Это мой челлендж. Поэтому твоя поддержка в этом будет очень-очень кстати. После просмотра этого видео многие люди поймут, что такое NFT в реальности и как правильно выбрать NFT для покупки. Как не купить какое-то дерьмо, которое завтра обесценится в ноль. Итак, начнем. Практически все NFT полностью централизованы. Они централизованы торговой площадкой OpenSea, крупнейшим NFT рынком в мире. OpenSea это закрытая система. Из-за этого ты иногда даже не можешь получить доступ к собственным NFT, потому что OpenSea блокирует тебя. Это кстати не шутки. Вот пример. Пользователь Ocean State жалуется, что его только что забанили на OpenSea за то, что он возмутился не работающему без предупреждения сайту. OpenSea делает так для того, чтобы сохранять лидерство в сфере торговли NFT. Я хочу показать тебе всего лишь навсего 16-секундный отрывок одного блогера с канала TechLead, который столкнулся с интереснейшей ситуацией, когда листал свои собственные NFT. Вот в чем дело, когда он переходил на сканер блокчейна эфириума и начинал сканировать свои адреса с NFT предметами, он заметил, что NFT-шек у него стало гораздо меньше. Оказалось, что в блокчейне эфириума просто-напросто не было доступа к NFT на OpenSea. Вывод. Многие NFT, которые торгуются на блокчейне эфириума, похоже, вовсе не децентрализованы и даже никак не связаны с криптовалютами. Поэтому неудивительно, что до сих пор нет ни одного кошелька, который мог бы отобразить все твои NFT, которыми ты владеешь. Metamask что-то там пытается сделать, но пока что ничего внятного. Я решил углубиться в этот вопрос и нашел тему на реддите, в которой человек пишет. Как получить все NFT, принадлежащие моему адресу? Я действительно удивлен, что нет четкого ответа после поиска в Google. Неужели это так сложно? Нет никакого ПО, которое можно было бы для этого использовать? Кто-то в комментариях ответил ему, что это просто недостаток эфириума. Контракты назначаются адресам, а не наоборот адреса контрактам. Вот мы и подошли ко второму моменту. Все говорят, что NFT это твое собственное имущество, а блокчейн подтверждает твое владение NFT. Однако выходит, что NFT не всегда децентрализованы раз и не всегда NFT принадлежат тебе, скорее ты принадлежишь NFT. Разработчик пишет в этой же теме, для того, чтобы отобразить все твои NFT, в блокчейне придется сканировать подряд все 10 миллиардов NFT и проверять для каждого NFT его владельца. Что-то не совсем похожее на нормальную масштабируемую сеть, не так ли? Единственный способ отобразить все ваши NFT, которые доступны торговым площадкам, это построение внутренней базы данных, которая в принципе не может быть децентрализованной, сам понимаешь. И это доказывает еще один разработчик контрактов, который пишет. Я работаю на NFT площадке, я построил программу, которая сканирует блоки в блокчейне, начиная с нулевого. Находя токены NFT, программа выписывает все данные о нем, адрес токена, его ID, текущего и предыдущих владельцев. Все эти данные сохраняются, внимание, в централизованной датабазе. Это причина, почему NFT постоянно исчезает с кошельков. Я знаю людей, которые на это жалуются, куда делись мои NFT. Никто до сих пор не построил универсальный NFT кошелек из-за этих технологических и инженерных проблем. Поэтому такие статьи, как эта, например, Samsung обещает новую функцию в телевизорах, которая позволит видеть все твои NFT, вызывает сомнения. Ведь для этого Samsung придется построить целую отдельную централизованную базу данных с огромным количеством серверов, чтобы хранить эти данные. А это не так уж и просто. Но все еще хуже, ведь OpenSea блокирует твою информацию. Они не хотят, чтобы ты, как пользователь, уходил на другие платформы и поэтому не предоставляет доступ к NFT другим платформам. Это можно легко понять, проведя небольшой анализ. Давай для примера возьмем эту забавную NFT. Она построена в сети Polygonmatic. Что же мы сделаем? В деталях мы скопируем ID токена, затем перейдем по вот этому адресу контракта и вставим в это поле ID токена. Что мы здесь увидим? А увидим мы подробности нашего NFT. Сайт API OpenSea.io. Мне придется предоставлять ему ключи, чтобы получить доступ к информации о собственном NFT. В противном случае я получу просто ошибку. Но самая большая проблема в том, что даже если бы я хотел предоставить OpenSea ключи API, я бы не смог этого сделать, потому что эта функция до сих пор не работает. Также, если мы проверим любой NFT в сети Polygon на сайте checkmynft.com, то увидим следующее сообщение. Не удалось получить URI токена. Любой другой способ получить информацию про свой собственный NFT на сторонних площадках также заканчивается ошибками. Итак, еще один вывод. Все NFT в сети Polygon на самом деле полностью централизованы OpenSea. Кроме этого, к ним нет доступа с помощью других площадок, кроме OpenSea. Это значит, что как только дата-центр и сайт OpenSea перестают работать, ты теряешь свои NFT, на которые потратил деньги, возможно, даже немалые. А что же касается других NFT, которые построены не на Polygon. Как насчет NFT, построенных на блокчейне Ethereum? Давай для примера возьмем эту NFT. Миллион токен NFT. Просто название нравится, мотивирует заработать очередной миллион. Я решил проанализировать его так же, как это сделал с NFT на базе Polygon. Я скопировал токен ID, перешел по адресу смарт-контракта и вставил туда токен ID. И вот что я увидел. Здесь должна была быть информация об этом NFT, но OpenSea просто блокирует ее от просмотра. Об открытом коде уже и говорить не приходится. Единственный способ получить информацию про эфириумные NFT на OpenSea, это работать с ключами API. Иными словами, то, что называется ключом авторизации. А это еще один признак централизации NFT. Что прямым текстом сказано на сайте CheckMyNFT, когда мы проверяем этот NFT. Посмотри сам. Написано. Централизовано. Перейдя по этой ссылке, мы наконец увидим информацию про интересующий нас NFT, а именно про миллион токен NFT. Увидев это, я еще раз очень сильно удивился. Вот тебе и Web3.0. Никаким Web3.0, где всем заправляют пользователи, а не компании, даже не пахнет. Это обычный Web2.0, к которому мы привыкли. Здесь мы видим название NFT, описание NFT, а теперь самый десерт. Хранится он на серверах Google. Google User Content. Анимация NFT же хранится в Storage OpenSea.io. Это централизованный дата-центр OpenSea. Никаких блокчейнов. Вот этот NFT. Он хранится прямо в дата-центре OpenSea. Причем тут криптовалюта вообще спрашивается. Ты, наверное, не успел осознать, насколько важна эта информация, ведь если OpenSea когда-либо умрет, все эти NFT исчезнут навсегда. Люди не смогут получить к ним доступ. Люди потеряют огромные деньги. На этом сайте я нашел интересную статью о Web3.0 NFT. Автор этой статьи также отмечает эту проблему. Он даже провел эксперимент и пришел к интересному заключению. Из-за централизации NFT даже видоизменяется на разных платформах. Например, вот так NFT выглядит на OpenSea. Вот так на Rarible, еще одной торговой площадке NFT. А вот так может отображаться в твоем кошельке. Просто смайлик дерьма. Многие из самых дорогих NFT могут в любой момент превратиться в смайлики дерьма, заключает автор. Причем в буквальном смысле. А хочешь купить этот NFT? Для начала перейди в детали. Скопируй токен ID. Перейди по адресу контракта. Вставь туда токен ID. И посмотри на этот адрес. Он хранится на каком-то soreo.com через API. Это значит, что этот NFT полностью централизован. И если soreo.com когда-либо перестанет работать, ты останешься без своего NFT. Который, кстати говоря, стоит немало, 0,2 эфириума. Это достаточно много, согласись. Вместо NFT после падения вот этого сайта soreo.com у тебя останется просто-напросто битая ссылка. Ведущая в никуда. Вот, собственно, чем в основном и являются NFT. Остается вопрос, а зачем вообще использовать блокчейн? Просто потому, что модно? Многие из них хранятся децентрализованно. На серверах OpenSeas, reo.com и даже Google. Многие из них полностью централизованы и зависят от работоспособности сайтов. Как только сайт, где хранятся эти NFT, падает, ты остаешься без них. Но все ли NFT такие? Все ли они являются просто мусором, который стоит дорого, но при этом в любой момент ты можешь потерять доступ к ним? Давай возьмем одну из самых популярных NFT коллекций. Boat Ape Yacht Club. Например, их достаточно редкую NFT номер 8585. Она сейчас стоит около 1000 долларов. Проделаем все то же самое. Скопируем токен ID, вставим его в адрес контракта и видим вот эту ссылку. Мы видим, что это NFT хранится с помощью IPFS. Что это такое вообще? IPFS это файловая система, которая составляется из узлов. Вместе они формируют распределенную файловую систему. Да это же распределенный реестр с нодами. Это блокчейн. Какой вывод? Boat Ape Yacht Club это децентрализованное NFT. Если OpenSea когда-то умрет, ты не потеряешь доступ к своей обезьянке, пока будет работать сеть эфириума. Это очень хороший способ проверять NFT, анализировать их и принимать решение о покупке того или иного незаменяемого токена NFT. Но как ты видишь, это NFT хранится абсолютно децентрализованно. Поэтому Boat Ape Yacht Club достаточно хороший NFT. Правильный NFT. Те самые NFT, которые будут работать в App 3.0. На этом все, ребята. Меня зовут Богатейший Ди. Надеюсь, видео было для тебя полезным. Мне кажется, оно очень полезно для тех, кто хочет покупать NFT и зарабатывать на этом. Если это так, почему бы не поставить этому видео лайк? Также, почему бы не подписаться на канал? Телеграм, ссылка на который в описании под видео. Поделиться видео с друзьями, прокомментировать. И обязательно разбогатеть. До скорого. До скорого. До скорого. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»